Доброе утро, наши уважаемые телезрители, мужчины и женщины! Доброе утро, Кирилл! Доброе утро, Сергей! Слушайте, у нас наконец-то сегодня настал тот самый день День, который называется как? Правильно, выходной И в выходной самое приятное, что можно сделать с самого утра Чтобы день задался на 100% выйти на кухню И приготовить вкусный завтрак Я, конечно, хотел сказать, что налить себе кружку кофе Но приготовить завтрак это тоже правильное решение Кофе это вообще не обсуждается Давай, давай, Сергей, по кофе! Давай И начнем готовить Сергей, чем мы сегодня будем радовать наших телезрителей Всех тех, кто смотрит нашу программу Что будем готовить? Сегодня мы приготовим филадельфию Необыкновенную Приготовим ее в блине С гречневой муки И я вам скажу, почему мы выбрали ролл филадельфию Но выбрали не рис, а выбрали блины Потому что, друзья, у нас настает какой праздник? Правильно! У нас настает масленица И под это дело надо приготовить блины Но каким-то необычным способом Поэтому будет ролл филадельфия Давай замешаем тесто Я так подозреваю, что блины Блины обычные блины Ну да, обычные практически Все же вы умеете делать блины С кокошами С кокошами Если вы не знаете, как делать блины Смотрите прямо сейчас Редактор субтитров А.Семкин Какой густоты должно быть тесто? Скажи, пожалуйста Чтобы прямо немножко стекало Чтобы немножко стекало Да и на самом деле густота Кто как хочет То есть, если хочешь толстый блин Погуще Если хочешь тоненький блин Пожиже И обязательно, конечно, надо использовать сковород Который не будет ничего прилипать Ну то есть, с антипригарным покрытием Окей Кстати, говорят, что После того, как попил кофе Особенно, если кофе был Типа эспрессо Обязательно надо выпить водички Сейчас добавим немножко растительного масла Все это дело перемешаем И будем жарить Отлично! Поехали! Великолепный блин Момент истины Начинаем жарить блины Сергей почему-то решил доверить Это дело именно мне То ли у него они не получаются То ли он считает, что у меня Должно получиться очень круто Но первый блин, надеюсь, будет никому Напомню, что переворачивать блины надо Когда он весь покроется Такими маленькими пузыриками Я же прав Я же прав Блинки мы с тобой нажарили Вы можете жарить с такое количество Которое вам необходимо Насколько большая у вас семья Или вы ждете вдруг гостей Можете жарить сколько угодно Мы нажали с пяток штук Я думаю, что нам с тобой хватит Чтобы позавтракать сегодня Что мы будем делать дальше? Потому что, насколько я помню Филадельфия Это что-то типа, когда рыба Сливочный сыр Либо огурец, либо авокадо Это будет все то же самое Только в блине В блине В блине Давайте сделаем это вместе Намазываем Сливочный сыр Вкусный Можно использовать В принципе, любой Который вы можете найти В магазине Есть даже, насколько я знаю В больших гипермаркетах у нас Продуктовых Даже развесной Можно использовать его Не хуже, чем в обычной Накрываем Второй слой Почему мы должны сделать два слоя? Чтобы потолще было Чтобы у нас ничего не развалилось Отлично Будет дополнительная прослойка И еще сыра Полоску делаем Еще сыра Вот так вот Делаем полоску сыра Маринованный дайкон у нас есть Маринованный дайкон кто это? Дайкон это редька Маринованный редька Давай еще с другой стороны дайкон положим Ты думаешь, перебор, мне кажется Да? Ну ладно Заворачиваем Заворачиваем То есть ближе Ближе к одному центру Чтобы это можно было завернуть Ага Малышка Знаю много людей, которые говорят Боже, как это вообще можно скрутить? Как это вообще можно скрутить? Я вообще не понимаю И я тебе скажу, что я из этих людей Я не понимаю, как это можно скрутить так Чтобы оно было скрученное Как-то вот у нас вот Рыба у нас лосось Свежий Вы можете использовать Ну, в общем-то, можете использовать Слабосоленый Как вам больше нравится? Вот так вот тоненько И сейчас нам нужно это все дело порезать Давай Можно, да? Видели, какая экспрессия у Сергея? Видели? Оп Порезали мы наши блины Филадельфию Надо украсить Делаем это Друзья, понеслась Друзья, наше масленичное блюдо готово Лучший момент в нашей программе Лучший, потому что в нем мы пробуем то, что приготовили Держи тебе две палочки И мне две палочки Мне кажется, перед тем, как попробовать подобные блюда Надо что-то сказать Знаешь, что-нибудь из разряда Кьюки Слушай-ка, Сергей Это Это потрясающе вкусно Это действительно Прям вкусно Я вот еще вот, знаешь, еще немножко Немножко вот этого хочу Дорогие друзья Блюдо очень простое Не занимает много времени Его можно приготовить буквально за За 15 минут Пока пьешь первую кружку кофе Поздравляем всех с масленицей Всем приятного аппетита Легкое утро Доброго дня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok